Мерседес заткнул основные рыночные ниши кроссоверами, а входным билетом сделал седан и хэтчбэк А-класса. Однако главным хитом марки продолжает оставаться С-класс, поэтому немцам было важно сделать безупречную во всех отношениях машину. Свежие С-шки без сожаления отрядили платформу и дизайн флагманского С-класса, разумеется, с некоторыми упрощениями. У младшей модели нет шестицилиндровых моторов и выдвижных ручек, но есть полноуправляемое шасси и матричные фары. Фотографии салона вообще оставляют ощущение дежавю, ведь цифровая панель приборов и монументальный тачскрин-медиа-системы сначала появились на С-ке, а теперь перешли и С-классу. Добротное наследство, не правда ли? И вообще, с приходом серии W206 модель стала как никогда солидной. Шутка ли, по длине второе по старшинству семейство Мерседесов догнало легендарную 124-ку, которая четыре десятилетия назад казалась безразмерной. И хотя добиться заметного прироста длины удалось главным образом, благодаря увеличению свесов, пространство салона также увеличилось по всем направлениям. А заодно наполнилось новомодным оборудованием, вроде мультиконтурных кресел и фоновой подсветки. Список опций вообще не имеет границ. В него входят четырехзонный климат-контроль, вибромассажные кресла и многие другие вещи. Скажем, заказные матричные фары даже готовы рисовать на дороге подсказки от системы навигации. И лишь перечень моторов кажется недостаточно солидным. В нем нынче числятся пять позиций, при том стартовые агрегаты объемом всего полтора литра. И да, больше никаких механических коробок. Хочешь не хочешь, а бери девятиступенчатый автомат. Кроме того, в европейском исполнении на всех движках навешаны мягкогибридные довески. А позже Mercedes обещает презентовать полноценные подзаряжаемые гибриды – бензиновый и дизельный. Седан и универсал презентованы одновременно, ведь во многих странах именно сараи пользуются наибольшим спросом. В Россию «Цэшка» придет до конца весны. В первую партию войдут сплошь бензиновые седаны – переднеприводные «Ц-180» и полноприводные «Ц-200 «Фомэтик». На местную сборку рассчитывать сейчас не приходится, так что машины будут приходить из Германии.